Приветствую всех и вся, Ютуб! Знаете, когда я делал этот ролик, меня не покидало чувство того, а как сделать видео о Гэтсе таким, чтобы оно понравилось большему числу фанатов и почитателей Берсерка? Как не нарушить ту грань и не сказать лишнего? Или не досказать очевидного? Поэтому я решил сделать так, как я считаю нужным. Расскажу о Гэтсе в непривычном для своего канала формате. Порассуждаю, что же Гэтс за человек такой, откуда столько сил, и до чего бесконечное насилие и просто вездесущий мрак бытия вселенной Берсерка может довести. По Гэтсу я решил сделать три видео. Первое – это детство до 15 лет и до встречи с Гриффитом. Второе – это непосредственно пребывание в отряде Ястреба и их дружба с Гриффитом, закончившиеся затмением. Ну и третье, самое объемное по содержанию – это жизнь в образе Черного Мечника. Как уже было понятно из названия видео, сегодня поговорим о детстве Гэтса. Если не хотите пропустить следующее видео, обязательно подписывайтесь на канал, жмите колокольчик и жмите лайк. Ну а я начинаю. И так уж заведено, что лучше начинать с самого начала, а именно с рождения будущего воина. Которое по сути своей было ужасным. Его биологическую мать повесили прямо во время родов. Неизвестно, кем она была и по какой причине ее повесили. Смерть ее была ужасной. И так получается, что Гэтс увидел свет из утробы уже мертвой матери, проходя мимо того злополучного дерева, где кроме мамы Гэтса были вздернуты и другие люди. Женщина по имени Сиз подбирает только что родившегося младенца. И просит своего мужа, а по совместительству игроваря этой банды Гамбино, забрать малыша к себе на воспитание. Так как своих детей у них не было. У Сиз до этого был выкидыш, вследствие чего у нее наблюдались некоторые психические отклонения. Гэтс стал жить и расти в этом кочующем отряде наемников. На протяжении 11 лет, которые Гэтс провел в этом отряде, произошло несколько шокирующих событий, повлиявших на его дальнейшую жизнь. Уже в 3 года приемная мать Сиз умерла от чумы прямо на глазах Гэтса. А Гамбино, который и так недолюбливал Гэтса, считал его ублюдком и стал относиться к мальчику еще хуже. Но будучи наемником, Гамбино все-таки сделал что-то полезное для Гэтса. А именно стал учить мальца, которому на тот момент исполнилось 6 лет, держать меч в руках. Тренировал будущего убийцу апостолов Гамбино, конечно же, не без своей выгоды в дальнейшем. Гамбино даже брал Гэтса на битвы, в душе надеясь, что мальчика убьют. Но чудом Гэтс избегал смерти. Тренировки Гамбино мало напоминали обычные легкие спарринги между рыцарями и бывалыми вояками. А уж тем более в них мало было чего-то отцовского. Тренировки были суровы и тяжелы. Поначалу Гэтсу приходилось не сладко, так как он постоянно отхватывал от приемного отца. То по лицу, а иногда забавы ради. Даже самый обычный короткий меч был велик для 6-летнего мальца. Гэтс начал использовать двуручный хват, который в будущем ему очень пригодится и который станет его фишкой. Несмотря на свой малый возраст, Гэтс каждый день оттачивал свои навыки владения этим видом холодного оружия. Попутно получает Гамбино лишь упреки и унижения своей несостоятельности и бесполезности. По истечению 9 лет Гэтс впервые выходит на поле боя и становится полноправным наемником в отряде Гамбино. Но самое страшное потрясение, конечно же, было впереди. А именно то, что Гэтс был подвергнут изнасилованию со стороны одного из наемников Гамбино. Донована, мерзкого мужлана, который купил за несколько монет неокрепшего пацана у его приемного отца. В одном из следующих боев Гэтс отомстил Доновану за его унижение, жестоко убив. Спустя два года Гамбино теряет ногу в одном из боев и уже не может выходить на поле боя и командовать наемниками. Гэтсу приходится ухаживать за приемным отцом и ходить на вылазки с наемниками. Гамбино за 11 лет так и не изменил своего отношения к Гэтсу и упрекал его во всех возможных бедах, что произошли за прошедшее время. В многочисленных боях Гэтс оттачивал свои умения. Нельзя сказать, что увиденные горы трупов не повлияли на психику юнца. Конечно же повлияли. Но Гэтс приобрел одно важное качество – дисциплина. Его тренировки и владение мечом становились все лучше и лучше. В один из дней Гамбино наведуется к Гэтсу и говорит о том, что именно он продал его Доновану тогда. Случайно Гэтс убивает Гамбино. Наемники, узнав, что пацан убил их предводителя, пускаются в погоню за ним. Гэтсу удается уйти, но его ранят, и он падает с обрыва. После этого Гэтс в таком состоянии сразился со стаей волков. Через некоторое время Гэтса находят другие наемники, которые выхаживают его и принимают свои ряды, где он проводит следующие 4 года. За эти 4 года Гэтс стал более окрепшим и мог дать отпор даже матерому рыцарю. За все эти года Гэтс еще более углубился в познание владения мечом. С возрастом к нему пришли сила и скорость. И вот во время одной из осад замка Гэтса заметил Гриффит. Встреча, которая в дальнейшем стала судьбоносной и поменяла жизни не только их, но и многих других. А сейчас немного подытожим. За эти 15 лет Гэтсу не позавидуешь. Он пережил больше, чем практически любой из ныне живущих за всю жизнь проживает. Вечная смерть, которая преследует его на каждом шагу. Отвратительное отношение Гамбина. Мысль о том, что ты никому не нужен, да и был ли нужен кроме женщины, которая взяла тебя только из-за проблем с психикой. И то умерла, когда ты рационально даже думать не мог и половину не понимал. Упреки, преднамеренные издевательства, изнасилования, трупы на полях сражений. Реки крови. Кентаро Миуэра предоставил Гэтсу детство, которое и врагу не пожелаешь. С течением времени, а точнее после побега из отряда Гамбина. Гэтс вообще замкнулся в себе и стал антисоциальным типом. Его отстраненность, навеянная вечным пренебрежением, понятна. Но главное, Гэтс не сдается. Он сражается и бьется за свою жизнь, потому что в мире Берсерка больше никак. Каждый бой как последний. Слабые погибают, сильные идут к вершинам. Все этапы судьбы, которые пройдены к 15 годам, лишь маленькие шажки на пути того, что встретит и переживет будущий Черный Мечник. На сегодня у меня все. Понравился видос и ты ждешь продолжения, ставь лайк и подписывайся на канал. Комментируй, пиши свои пожелания, я все читаю и всегда отвечу. Также советую посмотреть и другие видео по вселенной Берсерка на моем канале. Спасибо за просмотр, всем удачи и пока. Продолжение следует...